привет дорогие друзья вы на канале колдунбок с вами катеров танки у нас сегодня танк м46 паттон девятого уровня американские ст вот и данное видео я назвал шредер вы поймете скоро почему вот этим временем здесь у нас режим штурм собственно мы здесь в обороне находимся и естественно идем на один из флангов чтобы там подсвечивать и сдерживать наступающего противника сразу говорю что бой не отличается какими-то заоблачными показателями по дамагу да но он будет наверно приятен очень многим благодаря своим особым свойствам ну как видите здесь мы осматриваем территорию не лезем вперед никто не появляется ничего не происходит врагов нету все хорошо на левом фланге наши союзники одного за другим уничтожают уже два танка отправились в ангар как бы ситуация как бы развивается в нашу пользу три танка противника уничтожены прям ну супер что еще сказать и что самое интересное что на нашем направлении абсолютно никакого движения никто не атакует никто никуда не идет такое впечатление что они всеми силами рванули по праву флангу а слева очевидно оставили только обороняющиеся какие-то несколько танков и как видите так и получилось что продолжает атаковать справа фланга и только слева один единственный форш пошел в атаку больше ничего вот мы заползаем на эту горку пытаемся посвятить хоть кого-то вот пожалуйста появляется борщик и прототип естественно добиваем ваншотного ворща да плюс еще по засвету там атакует нашему этого прототипа мы здесь немножко по ерзали что по нам артиллерия не попала и снова заползаем на эту замечательную позицию пока что никто особенно светится вот но вот там можно как бы пострелять по фердинанту как бы можно но как бы и нельзя потому что он там за зданиями мы как-то хотим подсветить вот этот центр поэтому стоим и терпеливо ждем прежде ничего не происходит вот там засветился т-34-2 но т-34-2 тоже не дурак он за ко мне особо вылезать не хочет зато шпротик все-таки поставил бардак видите его прилично покоцали по нашему засвету вот а мы тем временем ждем когда же т-34-2 выползать но он все-таки не хочет ничего делать и мы решили что же настало время для раша потому что принципе особо арту прикрывать то некому может там поза 4 остался может быть там еще какой-то из танка но как видите вражеская пт атаковала и поэтому она точно здесь не находится один здесь наступает момент артиллерия мы в логове артиллерии одну артиллерию это холод с 411 41 но это холод без шубы холод с 14 как она сейчас 2 называется да вот и гв пантера еще раз еще одно попадание 222 арта братка отправляется в ангар вот где замечательная альфа паттона играет свою вот такую вот решающую роль никаких тебе повторных выстрелов никаких тебе делов сразу одним попаданием артиллерии отправляется в ангар и 3 эти артиллерии льв пантера которая только-только пытается понять где же мы выехали кто же нас выехал и что что это вообще танк что он здесь делает им его отправляем в ангар и в общем говоря наверное уже поняли что в этом бою паттон как шреддер почистил всю артиллерию особо это будет приятно хейтером артиллерии вот такой вот у нас бой надеюсь он вам понравится а теперь перейдем к следующему бою и следующий у нас бой это у нас карта рыбаская бухта в общем говоря эту карту почему я чем я говорю какая рыбаска это фьорды прошу прощения и все время путаю потому что у них в обоих картах имеется залив с портом вот и конечно это фьорды ну как ни крути фьорды даже еще наверное более приятная карта для паттона чем рыбацкая бухта потому что здесь намного больше всяких холмиков удобных за которыми можно прекрасно использовать своего вертикальной наводки что вот мы сейчас и будем реализовывать да идем сразу в наглую вперед вот этот вот холм он для нас очень удобен потому что только такие редкие танки как паттон могут отсюда замечательно работать потому что ты сейчас присмотреться да смотрите как у него пушка вниз опускается да покажите еще такие танки которых так опускается вниз пушка и действительно немного вот и вот здесь мы спокойненько можем стоять и поджидать соперника только выставил башню пожалуйста в с 120 вылетел получил замечательный крит 700 хп нам отдал и поехал дальше на закритованный вот и там как видите слева еще на 154 то собственно ли больше ничего не надо лишь бы соперников не было слишком уж много кажется ситуация вроде бы неплохо складывается вот мы даже пытаемся немножко подражать здесь там 215 бы чрезвычайно точный британский танк с очень хорошим орудием да в общем с ним сложновато видите умудрился даже на ходу попасть и попасть в общем достаточно некрупную башню паттона ну ничего мы не тоже успели ответить вот а теперь у нас задача дамажить дальше китайца которого можно дамажить ван арта кинул аф-215 б и сейчас на нас пытается вывалиться с т-1 но с т-1 он такой же картонный как и мы поэтому с пробитиями его проблем нет но у него тоже хорошие вертикальной наводки и у него хорошая стабилизация орудия большому счету с т-1 он ну как видите смотрите какая замечательная точность да то есть это на ходу практически стрелял а вот он говорится попасть вверх башни пробил он больше всем не напоминает им 26 пиршин допустим такая хорошая стабилизация хорошая достаточно точность вот и абсолютно картонный замечательными вами виртикальной наводки выкатываемся чуть побольше пытались здесь сразу сходу стрелять но не попали снаряд куда-то вниз ушел пытались мы попасть ему в корту вот ну здесь мы уже поймали от него одно попадание там уже на нас пытается выехать торт вот и здесь попробуем еще раз призрачный шанс добить возле 120 но снаряд как в прошлый раз делает непонятные вещи в прошлый раз на землю врезаться теперь он улетел куда-то в башню общем безрезультатно не только сейчас нам удается его попаданием порт уничтожить вообще китайцам здесь тяжело у них углы вертикальной наводки ужасающие просто чего-то там сделать серьезно не могут но тем временем видите ситуация складывается просто замечательно торт остается один им еще тут арта набросила ну что-то стреляем в область двигателя можно конечно было поставить его на гуслю но решили что-то тоже давайте реализовывать дома в конце концов еще накинули хп а там практически 5 хп забрал т-54 и артиллерия обломалась осталось без права не летим вперед стоим за камушком немножко поерзали чтобы уйти в инвиз чтобы нас не доставали все в принципе результат будет уже предрешен в этом бою в общей сумме с и считать собственный нанесенный урон и косвенный урон мы набили почти 6000 урона что является достаточно неплохим результатом как для ст 9 уровня но этим временем союзники добивают оставшиеся цели и на этом победа смотрим результаты вот такой у нас был рассказ сегодня м46 паттон с вами был катеров танки это канал колдун блог если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока